всем привет сегодня на ремонте iphone 5s это старичок в ремонте заходит уже крайне редко у нас на нем красный экран и перезагружает сейчас войти нажимаю переход в обычный режим не ватюнься в три утолса телефончик у нас загорается пытается включиться и либо ребут либо ребут на красный экран телефончик я еще не разбирал будем это делать в этом ролике так в общем он и так по кругу перезагружается иногда с красным экраном подключим пока от блока питания отключаем его первое что нужно сделать это отключить шлейф фронтальной камеры поменяю немножко ракурс чтобы видно было отключаем шлейф фронтальной камеры но я думаю тоже было все проделано до нас но однако надо это все проверить красный экран появляется обычно либо когда отключая отключение происходит у телефона внезапно то есть там батареечка на морозе разряженная резко отключается соответственно появляются ошибки в нанде и после чего он не может обновить его через itunes выдают он ошибку 4013 так отключаем шлейфик включаем питание пробуем включить так и он опять ушел при загрузку то что так соответственно это не шлейф фронтальной камеры камеры и выбираем его в итоге до материнской платы и смотрим что то тут есть наклейки от от китайцев рифовский телефончик если модем на нем перекатаны то это как бы уже составит нам проблему потому что нам нужно будет снять отформатировать и на место поставить вся сложность если если модем перекатаны соответственно тут может быть не родная тройка соответственно он не активируется сейчас уберемся до самой материнки посмотрим в принципе то можно было под микроскопом сделать так модель здесь родной под этой крышечкой есть прорезь можно это поглядеть если в нем нам снимался это вообще будет прекрасно упростить нам работу вот она просто снимем отформатируем проверим на бэд блоки если их немного устанавливаем его назад если бэдов много ставим но с другой платы что-то не хочет выходить материнка хотя вроде все полки открутил ну крышка по и на однозначно посмотрим так смотрите дальше нам по списку проверяем их идет у нас микросхема компаса ее обязательно надо снять и повторить у меня это конечно крайне редко бывает что виновата микросхема компаса но она идет по линии 2s не надо обязательно снять также идет по линии 2s гироскоп но на обратной стороне оплаты до него потом доберемся значит материнка не на наклейки рифовки но материнка неразборная не разбиралась пластинка заводская так прогреваем пока он прогревается но давайте пока сразу снимем микросхему но и 2s который идет компаса и уже исключим его и списка подозреваемых внешне подозрительного ничего нету так что я пока отложу он не нагревался батарейка тут севший поэтому от блока питания стартуем батарейку кстати сейчас пока заниматься будем основной материнкой будем поставим на зарядку так куда дискладил а На 500 миллиамперах он перезагрузился. Все то же самое, компас не виноват, не отложить, а то улетит, пока работать будем. Батарейка тут намертво, поставлю ее на блок. Продолжение следует... Батарейка тут вообще в ноль. Не стартует из блока. Так, убираем модуль. Снимаем экранки. Так, убираем, где-то попроще. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, особо долго не ожидаем. Мы его еще добавили сверху феном по старинке. И снимем экранку. Продолжение следует... 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 модема также и ставим материнскую плату горячая уже поспешил вертеть уже забрал так ставим вот таким образом он будет упираться в сим-холдер придавливаю вот этой частью вот это тоже можно отобегулировать поменять вот этой части как удобнее нет Продолжение следует... 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 текстовый документ вставляют информацию копирую отсюда серийник закрываю сохраняем переименовываем под серийный номер все вот это серийный номер я его сохраняю в папку всех телефонов и не убираю то есть до последнего хранение у меня не ограничены по ней потому что телефон этот может там пять раз еще за эпоху своего существования прийти к нам вот и как бы у нас будет базе все необходимое так дальше нажимаю я обычно красном экране в райд и он перезаписывает эту всю историю еще это работает на так как я хочу сейчас посмотреть именно состояние флешки надо я нажимаю разы а вот и смотрим бы блоки вот это уже в принципе многовато то есть 1 2 3 4 5 6 блоков ну да 8 еще терпимо тут уже вот видим небольшое количество ошибок вот они все открытые вот такое состояние по уголь блоков в принципе это можно устанавливать 2 3 4 5 6 это допустимо раз два три 4 5 6 допустимо поэтому мы его оставляем допустимое количество бедов нажимаем write и перед этим выбираем цвет у нас телефончик смотрю какого цвет корпус белый цвет выбираем пятерочку с белым цветом 5s белый и записываем так дальше нам нужно восстановить маску подключаю на это все на микроскоп так тут все записали вынимаем нант и бокс пока откладываем включаемся на микроскоп и восстанавливаем маску а и 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 смазка сильно не заморачиваемся на нанде очень все это допустимо легко ставится убираем именно грехи при вот таких вот моментах когда вокруг этот кругляк и вот этот вот уходит на массу точнее не находит на массу он идет к сторону массы при накатке он может просто растечься будет шарик не круглый посадка немножко ниже и соответственно пятак можно доставать до посадочного места слой маски сильно не мучаемся получился толстый значит и вот так и оставляем даем ему подсохнуть буквально несколько секунд и лишний слой стираем вот тут где есть много мы его то просто подстираем он сейчас подсохнет убираем лишнее все то есть главное закрыть вот эти вот моменты сейчас наведу вот такие вот моменты закрываем чтобы был именно открытый пятак а вот этот вот выступ уходящий от пятака он должен быть закрыт чтобы не получилось что он при накатке будет расплываться все можно посушить прошивать будем уже на батарейке заряжены прошивать будем также через колодку такими течет чуть-чуть подсохла протираем и включаем опять фонарик нужно чтоб не был просто толстый слой так этого достаточно убираем остатки так это Всё, этого достаточно. Устанавливаем обратно в колодку. Пока он у меня опять на блоке питания. Так, он у нас уже определился, надо переподключить. Прошиваем триотулсом. И обращаем, сейчас покажу, какое внимание прошить. Обратно переходим на вкладку устройства. Здесь должен появиться серийный номер. Если он не появился, его не было. Ещё раз. Вот всё, появился. Если появился, значит колодка его увидела. Соответственно, он начнёт прошиваться. Яблоко загорелось. Переход в режим прошивки. На дисплейчике появилась полоска. Тритус. Видео устройство. Нам надо перейти на вкладку прошивка. Видим проценты. Если доходит до 21 процента, значит, Антон уже определился и начинает сшиться. Прошиваться на дисплейчике. Видна уже полоска прогрузки. Вот она. Чуть-чуть раньше, чем на три Тулс. Когда как. Программа всегда зависит. Начал прошиваться. Так, ребят, пока он шьётся. Так как это всё равно долгий процесс. Пусть прошивается. Сегодня я с утра, значит, попал на ролик. Хочу поделиться, как люди трепятся. Так, прикрой пока это всё. Закрыть, закрыть, закрыть. Сейчас я вам покажу ролик. Пока это всё прошивается. Мы можем пока оставить это. В общем, ладно. Сейчас загрузится опера. Покажу один ролик. Смешной. Как мне показалось. Не знаю, как вам. Откомментируйте, пожалуйста. Очень интересно будет ваше мнение. Так, что он загружается. Я тут операционка у меня. SSD диск. Сейчас пока две винды. С одной на другой прыгаю. Эта винда загажена. Очень сильно глючит. Она уже там больше, наверное, 7 лет работает. Ни разу не переустанавливалась. Глючит именно. Не то, что ошибки какие-то, а именно быстродействия нету. Настолько всё медленно стало, что решил её перестановить. И сразу на SSD диск. На 250 гиговой. До винды пока что будет достаточно. Так, что-то он никак у меня не загружается. Обычно это быстрее происходит. Так, всё сразу повключалось. Так. Я вам сейчас покажу сказку вот такого плана. что здесь такой у нас в интернете Сергей Терентьев. Сам канал, в принципе, неплохой, интересный. Ну, попадаются такие приколы. Вот как вот этот вот, например. Обратите внимание на заголовок. 10 миллионов рублей на ремонте айфонов. Порш боксер в 24 года, да. Вот так вот люди зарабатывают на айфонах, да. Всех слов ремонтники зарабатывают по 10 миллионов на ремонтах. Ну и так. Включим. Сейчас пройдёт реклама. Значит, на этом канале попался, скажем так, в его выпуске попался человек. В этом выпуске попался ему человек, значит, под именем. Сейчас я вам найду, что он тут пишет. А, ребята, даже комменты теперь появились. Сегодня я писал, комментов не было. Я сейчас тоже отпишусь вот за эту чушь, конечно. Так, Константин Брыкин, 24 года. Был у него тоже на ютубе свой канал. Где-то он у меня тоже попадался. Как человек, в общем, поднимает бабло на ремонте яблок в Краснодаре. Вот тут, типа, канал рассказывает, как парни там зарабатывают большие деньги в области, в Москве. В общем, я в описании ссылочку оставлю, вы посмотрите, посмейтесь и расскажите свое мнение, реально ли поднять такие деньги на ремонте. Ремонтники, ремонтники, сказочники, в общем, по 10 миллионов зарабатывают на ремонте. А мы тут почему-то и 10 процентов, наверное, столько не зарабатываем на этом ремонте. Ссылочка в описании будет, посмотрите, откомментируйтесь. Не откомментируйтесь, если есть возможность. Итак, удалось его все-таки победить. Серийные номера показываю. И мой телефон активируется на iCloud. Устройство. Все, увиделось. Отчет подтверждения. Прошел, правда, без Touch ID. Надо будет перепрошить и без камер фронтальной. Еще раз. Так, и при активации. Просит вести Apple ID. Соответственно, все устройство работает. iTunes увидит, он активируется. Пароль я не знаю, поэтому на этом этапе. И все. Значит, в итоге была флешка через колодку не доставала. Я ее установил на место платы. Припаял. И телефончик прошился. Ну, в принципе, и все. Все, всем пока.